Поэтическое творчество Поэтическое творчество И тем не менее, его поэтическое творчество, на мой взгляд, скажем, в годы превалирует на его драматическим дарованием. Это естественно. Он сам относится к нему очень серьезно. И говорит, что если бы положить на чашу весов его поэтическое творчество, на другое все его работы в кино, в театре, встречи, то, естественно, работа над песней, над словами заняла бы большее место. И те залы, не только вот такого масштаба, но большие стадионы, собираемые Владимиром Высоцким, говорят о том, что его творчество поэтическое, понятно, любимое. И так сложилась его творческая судьба, что в театре, в кино он ограничен рамками роли, а как человек, как гражданин, обладающий совершенно удивительным острым взглядом, он не может пройти мимо того, что творится вокруг него в жизни. И все это он вкладывает в свои песни. О нем уже написано, если собрать по крохам, то о его творчестве написано не меньше, чем он уже сам написал, потому что им написано очень много, по его только подсчетам где-то около 800 поэтических произведений. И не меньше написано всевозможных статей, и не меньше всевозможных басен ходит. Но тем не менее, Владимир Высоцкий – удивительный поэт, и я с удовольствием сегодня представляю слово поэту Владимиру Высоцкому. Добрый вечер. Пожары над страной Все выше, ярче, веселей Их отблески плизали В два притопа три прихлопа Но вот судьба и время Пересели на коней А там вголоп от пули в лоб И мир ударил оба зноб От этого голопа Шальные пули злые Слепы и бестолковые А мы летели вскачь Они за нами в лед Расковывались кони И горячие подковы Летели в пыль на счастье тем Кто их потом найдет Увертливый поводья Словно угри И скованы и волосы И спутаны и волосы И мысли на бегу А ветер дул И расплетал нам кудри И распрямлял извилины в мозгу Ни бегство от огня Ни страх погони ни при чем А время подскакало И фортуна улыбалась И сабли седоков Скрестились солнечным лучом Седок поэт, огонь, пегас Пожар померк Потом погас А скачка Разгоралась Еще не видел свет Подобного алюра Копыто били дробь Трезвонила капель Помешанная на крови Слепая пуля дура Прозрела, поумнела вдруг И чаще била в цель И кто кого надежней Перепляса И кто скорее В этой скачке Опоздавших нет А ветер дул С костей сдувая мясо И радуя прохладаю Скелет Удача впереди И исцеление больным Впервые скачет время Напрямую Не по кругу Обещанное завтра Будет горьким и хмельным Легко скакать Врага видать И друга тоже благодать Судьба летит По лугу Доверчивую смерть В круг пальца Обернули Замешкала сона Забыв махнуть косой Уже не догоняли нас И отставали пули Удастся ли Умыться нам Не кровью, а росой Бел ветер Все печальней и глушей На вылет время ранено Досталось и судьбе Ветра и кони И тела и души Убитых выносили На себе Убитых выносили На себе Спасибо Добрый вечер Ну пусть эта песня будет Вместо визитной карточки Эта песня новая Вы ее не слышали Совсем никогда Да я и сам ее, пожалуй Почти не исполнял Эта песня для картины Не надо ставить магнитофон Уберите, пожалуйста Отсюда вашу машину Вам никто не разрешал Вы ходите в середине Зачем это вы делаете? Не надо Не надо поближе Идите, пожалуйста И сидите, как все остальные люди Ладно? Я же ведь вам сказал Зачем мы с вами будем ссориться? Сядьте Вот, это песня Которая вы только что слышали Это из нового фильма Одесской киностудии Картина эта называется Забудьте слово Смерть Вот У меня перед ними Было обязательство Чтобы я до выхода фильма Эту песню не пел Вот Но так как Эта песня, по-моему Не попала в картину Они для нее места не нашли Значит Они свои обязательства Не выполнили Я тоже считаю себя В праве Ее уже исполнять На зрителях Песня это называется Пожары Ну вот Теперь Я сегодня работаю От общества Книга Любов Это такая Организация Разветвленная сеть У них везде Я этого даже не знал Вот И кроме того Что они нам Презентуют иногда Время от времени К хорошие книги И помогают их достать Вот Они их еще распространяют Книги Которые Залеживаются Вот Но не в этом дело Это правда На мой взгляд Организация очень интересная Хорошая Новая Я ее поддерживаю Всячески И с удовольствием От них работаю Теперь Почему мы в таком виде И я И мой товарищ Который только что Немножко сказал Теплых слов Обо мне Совсем немного Но Дело в том Что Дело в том Что сегодня Мы должны были приехать Намного раньше Даже чем предполагали К вам И Вдруг у нас Вчера в 3 часа дня Приняли спектакль Преступление и наказание И Инсценировка Корякина Называется Родион Романович Раскольников Значит Мы не ожидали Что это так быстро Случится И с перепугу Назначили на сегодня Генеральную репетицию Так что я сегодня Отыграл Свидригайлова В генеральной репетиции Этого спектакля Поэтому не успевший Переодеваться И так далее Мы решили приехать К вам в таком виде В котором обычно Работаю я И репетирую в театре Так что Вы не подумайте Что это от неуважения Это просто от недостатка времени Все с этим Все с этим Закончили Теперь вот о чем Я думаю Что несколько слов Я все-таки Должен Хороших сказать И о театре О своем И чуть-чуть информации Для вас Которая возможно Вам будет интересно Я работаю в Москве В театре на Таганке Это вы все знаете Таганка Площадь знаменитая Про нее песни Слагали вернее Не про площадь А про тюрьму Которая там находилась Была такая песня Цыганка с картами Дорога дальняя Дорога дальняя Казенный дом Быть может старая Тюрьма таганская Меня парнишечку По новой ждет Песня не моя Песня народная Вот Ее пели По поводу Этой знаменитой тюрьмы В которой раньше Сидели политкоторжане И для справки Могу вам сказать Что 12-летний Маяковский Принимал участие В подкопе Под эту тюрьму Для того Чтобы спасать Политкоторжанок Они их спасли Политкоторжанки Разбежались И написали Воспоминания Об Вот том Как они находились В этой тюрьме И о том Как Маяковский Был причастен К их освобождению Значит тюрьма Была знаменитой Но к сожалению В это время Вместе с ней На этой же площади Находился еще и театр Театр Который назывался Театр драмы и комедии Почему к сожалению Потому что в театр Ходили значительно меньше Чем в тюрьму И когда тюрьму сломали Театр сразу реорганизовали И вот я помню Что даже написал Такую песню От нее осталось Несколько строк Разломали старую таганку Под чистую всю Ко всем чертям Что ж шофер Давай назад Крути верти Свою баранку Так ни с чем Поедем по домам И эта песня Тоже теперь устарела Потому что Есть зачем ехать На Таганскую площадь На этой площади Существует театр Который теперь Называется просто Театр на Таганке Театр который Несмотря на то Что существует Всего 14 лет Завоевал Это небольшой срок Для театра конечно И он завоевал Большую любовь И популярность У зрителей Москвы Подмосковье И ближайших городов Вот И не только там А и в других городах Где мы бывали На гастролях Этот театр Всегда посещали Всегда к нему тянулись Были мы за рубежом В Болгарии В Венгрии Вот вам наверное Не безинтересно узнать Что в Югославии Позапрошлом году На Белградском Интернациональном фестивале Который называется Битов Мы получили Десятилетний юбилейный фестиваль Мы получили Гранд-при Высшую награду Фестиваля За спектакль Гамлет Что мне особенно приятно Я в нем играю роль Гамлета И что вам вероятно Первый раз Интересно узнать Потому что Как-то не принято Освещать успехи Этого театра В прессе И я думаю Что по этому поводу Нигде ничего не было написано Вот Хотя действительно Это была Очень почетная награда Потому что Со всего мира Съехались театры И вот отметили Наш спектакль В этом году Во Франции В прошлом Вернее году Мы были в трех городах В Париже В Лионе И в Марселе И гастроли опять прошли С очень большим успехом И опять Я об этом говорю Потому что Кроме единственной Публикации В литературной газете Совсем не по поводу Гастроли А по другому поводу Значит Было Они употребили Две цитаты Надерганные Из двух Единственно Критических статей Из сорока Которые вышли Во Франции И значит Создали впечатление У читающей публики Что наши гастроли Там провалились Это неправда Это ложь Чистой воды Гастроли прошли Великолепно И мы думаем Что За последних Десять лет Французы говорили Не было такого успеха У драматического театра И свидетельством Тому Снова была премия Высшая премия Французской критики За лучший Иностранный спектакль Года Что еще труднее было Чем в Белграде Потому что В прошлом году Во Франции Было около двухсот Иностранных коллективов И снова они отметили Спектакль Гамлет Вот И все остальные спектакли Во всех трех городах Проходили с необычайным успехом А в Марселе Да просто Это Марсель Южный город Побратим Одесси Там точно принимали Как в Одессе Стояли 30 минут После этого хлопали Не спешили домой Как обычно Это делают французы Чтобы значит Прийти домой На кухню А потом есть Они очень любят есть Французы Особенно выбирать Они любят выбирать Они любят выбирать Правда Они приходят Вот в какое-нибудь заведение И уже официант Изнывает Уже раз пять Подходит или шесть И говорит Ну что вам Что вам А они говорят Да подождите Дайте выбрать И вот смакуют Выбирают А потом только едят Вот так вот Они значит Вместо того Чтобы делать это Оставались после наших спектаклей И демонстрировали Нам свое приятие И то что Они здесь Были не зря Так что гастроли Прошли замечательно Теперь к чему Я все это рассказываю К тому что Правда в этот театр Попасть очень сложно Многие из вас Вероятно это знают Что когда бы вы Не проехали По Таганской площади Стоит толпа людей Утром Вечером Ночью В теплые летние ночи Ночуют на раскладушках В соседних дворах Для того чтобы успеть Утром к перекличке И значит Отмечаются Пишут на номерки На ладонях Как за мукой Во время войны И наконец Все таки Кому-то удается За 10 дней За месяц Получить билет А если это новый спектакль Например Мастера Маргарита То совсем невозможно Прорваться Даже и за месяц И не только Из-за того Что как Некоторые зрители Требуют Предъявляя разные документы Пустить их на спектакль Солдат и Маргаритка В котором Как им рассказывали Показывают голую женщину Вот Не только поэтому Хотят прийти в этот театр Там правда Она и не совсем голая Вот Во-первых По пояс А во-вторых Спиной Вот Спина красивая Если кого-то интересует Но я думаю Здесь нет публики Который придет смотреть Только на голую спину Нины Шацкой А наверняка Придут посмотреть Как сделано Это любимое Всеми нами Произведение В этом театре Сделано оно Очень интересно Почти без затрат Мы не просили денег На этот спектакль Сделали его На старых декорациях Значит Надо прорваться Через кордоны Пожарников Милиции Дружинников Упасть на колени Перед дирекцией Сказать Здрасте Мы из Дубны И они все равно Ничего не сделают Тогда нужно найти Кого-нибудь из нас Меня например Сказать Володь помоги Я уж буду Что-нибудь придумывать Только не все сразу Потому что театр маленький У нас У нас 650 мест Но правда Нам строят новый Большой На 750 И строят его Недавно Вот уже Не прошло и 4 лет Как стоит коробка Вот так Что к 10-летнему юбилею Олимпиады Я надеюсь Мы туда въедем Но дело в том Что дело это все равно Обстоит лучше Чем мы с вами предполагаем Потому что Нам по-моему Удается Отбить старый зал Потому что старый зал Все время хотят сломать Он мешает какой-то магистрали Причем Старый зал наш Хотят сломать Хотя там даже Выступали Всевозможные Деятели революции И даже Владимир Ильич Там выступал И мы все время Об этом говорим У нас висит Мемориал Но они говорят Что делать Все равно надо ломать Вот А рядом ресторан Кама И вот И его Мы хотим уже ломать Но его не дают ломать То же говорят Нам Есенин с Маяковским Встречали Ну вот Тогда в сердцах Один раз Любимов крикнул Этим самым Строителям Что у меня Вознесенский с Высоцким Так что же делать Но все равно Пока идет тяжба Я надеюсь Что мы ее выиграем Тогда у нас будет Три зала Вот этот В который мы играем И начинали работать Новый Который уже почти построен И вот никак не достроится И третий Маленький зал На 250 человек Который уже готов И в котором возможно Мы будем играть Бенефисы И творческие вечера Артистов Я позже скажу вам Почему Значит в чем Если говорить серьезно Секрет популярности Этого театра Ну мне кажется Первая причина Что театр имеет Свою четкую Внятную позицию С которого Его не могут сбить Ни недоброжелательные Критические статьи Типа как Правде недавно Напечатали Странную статью На мой взгляд О том что Хмельницкий ходит Между публикой Вот мы ждали Серьезного разбора Но Гоголь молчит Теперь Значит Имеет позицию Она была декларирована Давно уже 14 лет тому назад В спектакле Добрый человек И Сизуана Мы с нее не сошли С этой позиции И высказывается она Четко Откровенно И самое главное В этом театре Зритель не чувствует Себя только Пришедшим Созерцать Или там Развлекаться Или наоборот Ну скажем Даже печалиться Или задумываться Нет Зрители чувствуют Что они необходимы В этом зале Потому что В этом зале Существует И создается Почти на каждом Спектакле Атмосфера Доверия Доверия Потому что Люди Которые работают На сцене Абсолютно Уверены Что те Кто сидят В зале Точно так же Беспокоятся О том Что происходит В этом мире И то что будет Происходить на сцене И еще И не из-за того Что у нас выхода Там с разных сторон Что мы играем Иногда там На лестницах Выходим с боков Что у нас там Какие-то мигалки Световые занавесы Что вроде только чудно Ничего подобного Не от этого Именно из-за того Что Когда люди приходят И к ним обращаются В прямую Иногда даже бросая Играть роли У нас есть такой Брехтовский прием Отчуждения Который мы пользуем В других спектаклях Когда бросаешь Играть роль Выходишь прямо К зрительному залу И начинаешь Разговаривать с ним Либо монологом Либо песней И зонгом В прямую От имени театра И я думаю Что это Не шокирует Никаким образом Публику Которая теперь Искушена Невероятно Информация Уж так Столько нам Льют в уши И в глаза Из телевидения Радио Газеты Телефоны Сплетни Что просто Голова кругом идет И поэтому Когда вот так вот Четко и внятно Разговаривать со зрителем Действительно На равных И действительно Дорожа людьми Которые сидят В зрительном зале Я думаю Из-за этого Хочется Приходить в этот театр Потому что Если вы приходите Во многие другие места И коллективы Театральные То есть Пресловутая Четвертая стена Рампа И могут Может быть Даже и не быть Зрителем Актеры сами Получают большое удовольствие Общаясь друг с другом И в общем Не так необходима Публика им Это есть Демонстрация А у нас есть Зрелище И действо И из-за этого Люди Мне кажется Идут в этот театр Еще Этот театр Не похож ни на кого Даже по форме Почти каждый спектакль Сделан в нем Необычно Удивительно Никогда вы не увидите Декорации В привычном смысле Этого слова Мы не молюем Задников Где нарисованы Звездные неба Не делаем фанерных деревьев Не городим павильонов Где есть стол Стулья Выходы Входы И так далее Этого почти никогда Вы не увидите У нас в театре Существует В каждом оформлении Каждого спектакля Есть поэтическая метафора Символ Вот например Если вы посмотрите Спектакль Пугачев О котором я почти Всегда рассказываю То вместо того Чтобы увидеть Берег реки Яек Где происходит действие Откроется заново Стоит гигантский помост Из грубо струганых досок Который опускается К зрителям Стоит плаха Впереди В эту плаху Воткнуты два топора Иногда она накрывается Золотой парчой Превращается в трон А топоры В подлокотнике трона Садится императрица Ведет диалог с двором А в это время На сцене 14 есенинских персонажей Попой С голой Мы играем босиком С цепью и топорами В руках И это дает еще Такую дополнительную нервность Когда острие рядом с обнаженным телом И вот этот клубок тел С каждой следующей секундой С каждой следующей картиной Катится все ближе 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 К плахе И в этом есть метафора поэтическая Та что Восстание захлебнется в крови Что оно все равно Обречено На провал И что его подавит Этот бунт жестоко И вот все ближе 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 К плахе И только время от времени Врубается топор в помост И один из персонажей Вываливается из этого клубка тел И подкатывается к плахе И голова его оказывается Около двух топоров И вот такое условное решение Смерти Даже смерти Вместо того Чтобы делать выстрел За кулисами Там Кто-то схватился за сердце Потекла краска Это уже теперь никого Никого не обманешь Все прекрасно понимают Что артистов никто не ранит Никто не убивает Хотя надо было бы Наверное Если плохо играет Вот Вместо этого Вот такое условное решение Даже смерти Работает еще сильнее Мы играем без гримов Почти без гримов Вот я например Играю роль 70-летнего Галилея Не рисую себе Ни глубоких морщин Ни клею бороду и усы И не стараюсь на него походить Потому что Не это самое главное Весь вопрос в том Что с ним происходит А не как он похож на человека Которого он играет Или нет Тем более что Написано это в этом веке Вопросы там трогаются Современные Вечные Поэтому что город городить И притворяться Ну вот И тем Ведь этот театр Начинался с Брехта А Брехт исповедовал Принципы уличного театра Театра В котором могут участвовать все Который может случиться Здесь вот сейчас У вас на глазах И это примета Настоящего искусства Когда ничем не нужно Затуманивать вам мозги А просто Если привлечь вас идеей И полной отдачей своей Тогда Зритель охотно идет На эти правила игры Потому что ведь раньше Несколько веков тому назад Приходила какая-то Бродячая трупа И на площади На камнях старых Либо на фоне Какой-нибудь стены Дома Начинали играть И Шекспира И греческую трагедию И приходили люди Становились в кружок И у них не было Ни света Никакого занавеса Ничего они с собой не делали Иногда только играли В масках А искусство было Было искусство Потому что если бы его не было Людям не давали денег Потому что там в конце Шапка по кругу Кто сколько даст Верно Если бы никто ничего не дал Они бы не могли существовать Они все-таки выжили Эти коллективы И вот во что Все это превратилось Теперь Вы видите Значит театры С постоянными трупами И так далее И это от того Что у каждого В душе Остался маленький уголок От детства Безусловно Потому что Театр это игра А все Все всегда играли Начиная с детства Да и некоторые И по сей день Вот И поэтому У нас в театре Вот Не зачумлено Вот этими вот Ненужными Оперными атрибутами А есть иногда Просто В очень яркой форме Обнаженная Авторская идея Это второе О чем я вам хотел сказать О зрелищности И наконец Третье И по-моему На мой взгляд Одна из самых Главных причин Из-за чего Так тянутся люди В этот театр Это то Что наши артисты Кроме того Что они исполнители ролей Исполнители Профессии исполнительской О, это видно Когда перед вами Работает человек А не халтурит Когда он не говорит На разные голоса Там Так скажете Или так Нет А когда есть работа И это Больше всего Сейчас ценят Я например Это ценю Очень Вот И так думаю Что и зритель Видит Что перед ним Работают Что ходит Полходуном Что иногда Пусть срывают Голоса Иногда И не чисто Выговаривают Но зато По-настоящему И очень часто Бывают В очень высокой Степени Нервного Напряжения И творческого Напряжения Наши артисты И это видно И это привлекает Людей Ну вот У нас Например В театре Есть несколько Человек Которых вы знаете Как артистов Вот Валерий Золотухин Оказалось Что он Очень интересный Писатель Вышло Две повести Сейчас Книжка вышла У него Отдельно Я пишу Песни Стихи Музыку У нас Есть Композиторы Леня Филатов Пишет Изумительные Пародии На мой Взгляд Пародии Замечательные По-настоящему Интересные Пародии Они такие Как вот Мне Только Недавно Показали Значит Пародию На меня Не спросившись У Хазанова Значит Спектакли Омерзительные На мой Взгляд Пародии Написанные Хайтом Они считают Себя людьми Левыми Не знаю Из каких Соображений Во всяком Ну в общем Я не знаю Если у вас Будет возможность С ними встретиться С Хазановым И его авторами И вы услышите Это вы сами Это поймете Мне просто Даже Как-то Показалось Это по меньшей Мере странным Если в этом Нет никакого Намерения Бог с ними Все равно Неприятно Если в этом Есть намерение Надо в суд Вот Значит Теперь Ну и Давайте Теперь На этом Я сегодня Буду вам Показывать Песни Больше всего Песни Я не буду Вам читать Стихи Не буду Вам показывать Отрывки И спектакли Будут только Песни С маленькими Вот такими Если у меня Уж лекция От книголюбов И я не привез Никакие Там с собой Сзади Чтобы вот Надой Там Или еще что-то Падешь Скотай И так далее Вот Я буду Иллюстрировать Песнями Своё выступление Будут значит Только песни Теперь Из-за чего Я так много О театре Потому что Без этого театра Вероятно Я не стал бы Продолжать В таком качестве Работать В котором я Когда-то начинал Я начинал Вы помните Писать Такие У меня были И блатные песни И уличные И такие Дворовые песни И потом И потом Это всё Немножко Как-то так Обросло Как снежный ком И потом Приобрело Даже другие Очертания Именно Из-за того Что я работаю В этом театре Из-за того Что у нас Замечательные Компании Из-за того Что у нас Бывают люди Мы не только В своём Соку Варензе Не только Актёры Поэты Композиторы Замечательные Дружат с нашим Театром И работают О нас А даже И учёные Кстати Мы учёным Обязаны Во многом Открытием Нашего театра И у нас Бывают Люди Разных Самых Профессий Очень Высокого Уровня Очень Интересные Люди И я думаю Что из-за этого Я стал Продолжать Писать И вот Значит Пишу То что я делаю Сейчас Ну вот Есть В театре В нашем Репертуаре Театра Несколько Спектаклей Сделанных На чистой Поэзии Это спектакли О Пушкине О Маяковском На поэзии Вознесенского Яхтушенко Ну Есенин Есть Есть Вот спектакль Который Я больше всего Люблю Называется Он Павшие Живые Пьеса О поэтах И писателях Которые Участвовали В войне Одни Из них Погибли Другие Живы До сих Пор И они Написали О том Времени И о своих Друзьях А мы В этом Спектакле Впервые Зажгли Вечный Огонь Впервые В Москве У нас Горит Горит Пламя Вечного Огня Вот уже 600 раз Весь Зрительный Зал Встает Чтобы Почтить Память Погибших Минуты Молчания И по Трем Дорогам Выходит Поэт И читают Свои Стихи А потом Дороги Вспыхивают Красным И они Уходят Назад У нас Сзади Висит Черный Бархат И вот Опять Метафора Поэтическая Черный Бархат Уходит Как в Землю Как в Братскую Могилу А по Ним Снова Звучат Стихи И песни И их друзей Такой Реквием По Погибшим Я написал Несколько Песен Для этого Спектакля Я вам Мозги Не пудрю Уже Не тот Завод В меня Стрелял Поутру Из ружей Целый Взвод За что Мне Это Злая Нелепая Стезя Не то Чтобы Не знаю Рассказывать Нельзя Мой Командир Меня Почти Что Спас Но Кто-то На Расстреле Настоял И Взвод Отлично Выполнил Приказ Но Был Один Который Не стрелял Судя по Моя Нехай Я Давно Наперекос Однажды Языка Я Добыл Да Не донес И Странный Тип Суэтин Неутомимый Наш Еще Тогда Приметил И Всял На Карандаш Он Выволок На Свет И Приволок Подколотый Подшитый Материал Никто Поделать Ничего Не смог Нет Смог Один Который Не стрелял Рука Упала В пропасть С дурацким Звуком Пыли И Залп Мне Выдал Пропуск В ту Сторону Земли Но Слышу Жив Зараза Тащите В мед Занба Расстреливать Два Раза Устава Не Веля А Врач Потом Все Цокал Языком И Удивляясь Пули Удалял А Я В бреду Беседовал Тайком С тем Пареньком Который Не Стрелял Я Раны Как Собака Лизал А В большом Почете Был Ходил В меня Влюбленный Весь Слабый Женский Пол Эй Ты Недостреленный Давай-ка На укол Наш Батальон Геройствовал В Крыму И Я Туда Глюкозу Посылал Чтоб Было Слаще Воевать Ему Кому Тому Который Не Стрелял Я Пил Чаек Из Блюдца Со Спиртиком Бывал Мне Не Пришлось Загнуться И Я Воевал В Свой Пол Определили Воюй Сказал Комбат А Что Не Дострелили Так Я Не Виноват Я Очень Рад Был Но Присев У Пня Я Выл Белугай И Судьбину Клял Немецкий Снайпер Дострелил Меня Убив Того Который Не Стрелял Вот Меня часто спрашивают Почему о войне Так много о войне Потому что я для своих песен Всегда стараюсь выбирать людей Тех, которые находятся В самой высшей степени В крайней ситуации В высшей степени напряжения У которых что-то сломалось Произошло Лопнуло Доведенных до отчаяния До предела Даже в шуточных песнях Уже не говоря о серьезных Я их часто нахожу В тех временах Но все равно Пусть это вас не сбивает с толку Я не воевал И никогда Не считаю эти песни Песнями Ретроспекциями Это все равно Песня ассоциации Написаны они Человеком Который живет сейчас О теперешних временах С прикидкой на прошлое Ну вот И все Теперь Это не значит Что я вас сегодня буду Подчивать только Этим репертуаром У меня много есть Серьезных песен Написанных в шуточной Манере Вот Давайте с вами Поулыбаемся Вместе Песня называется Песенка о переселении душ О том Что мы с вами Не умираем А что душа наша Переселяется Куда сможет Значит Кому не повезет В каких-нибудь там Каракатиц Насекомых А кому повезет В людей Иногда в хороших Кто верит в Магомеда Кто в Аллах Кто в Иисуса Кто ни во что не верит Даже в черта Назло всем Хорошей религией Придумали индусы Что мы Отдав концы Не умираем Нас совсем Стремилась Ввысь Душа твоя Родишься вновь С мечтою Но если жил ты Как свинья Останешь свиньею Пусть косо смотрят на тебя Привыкни к укоризне Досадно Что ж родишься вновь На колкости гораз А если видел смерть врага Еще при этой жизни В другой тебе дарован Будет верный соргий глаз Живи себе нормально Не никак Есть повод веселиться Ведь может быть В начальника Душа твоя Вселится Пускай живешь ты дворником Родишься вновь прорабом А после из прораба И до министра Дорастешь Но если туп Как дерево Родишься паобабом И будешь паобабом Ты еще лет Пока помрешь Досадно попугаем Жить Гадюкой С длинным веком Не лучше ли При жизни Быть Приличным человеком Так кто есть кто-то Кто был кем Мы никогда не знаем Кто был никем Тот станет всем Задумайся о том Быть может Тот облезлый кот Был раньше не ходяем А этот милый человек Был раньше добрым псом Я от восторга Прыгаю Я обхожу искусы Удобную религию Придумали миндусы Спасибо Теперь Какое выступление Может обойтись Без спортивных песен И вот я Снова Вынул из небытия Несколько песен прежних Немножечко их модернизировал И оказалось Что их можно еще петь До сих пор Песенка Про прыгуна В высоту Но чуть-чуть Такая Видоизмененная Разбег Толчок И стыдно подыматься Во рту опилки Слезы Из-под век На рубеже Проклятым 2.12 Мне планк Преградила Путь Наверх Я признаюсь Вам Как на духу Такова Вся Спортивная Жизнь Лишь Мгновение Ты наверху И стремительно Падаешь Вниз Но съем плоды Запретные Здревая И захвоз Подергаю Славу Я У кого Толчковая Левая А у меня Толчковая Правая Разбей Толчок Свидетели Падения Свистят Утянутся Ноги Ко дну Мне тренер Мой Сказал Без Зажаления Да ты же Парень Прыгаешь В длину У тебя Растяженья В паху Прыгать Справой Дурацкий Каприз Не удержишься Ты Наверху Ты Стремительно Падаешь Вниз Но Сдыхай Словно От гнева Я Объяснил Толковая Главная Что у них Толчковая Левая А у меня Толчковая Бравая Разбег Толчок Мне не догнать Канадца Он мне в лицо Смеется Налету Я снова Планку сбил На 2.12 И тренер Мне сказал На прямоту Что Начальство В 10 Ряду И что Мне Прополощут Мозги Если В раз В сей же Час Не сойду Я с неправильной Правой Ноги Но Я лучше Выпью Зелье За травою Я над Собою Что-нибудь Сделаю Но Свою Неправую Правую Я не Сменю На правую Левую Трибу Всем показал Спасибо Здесь выражения Правая И левая Употреблены Не в социальном Смысли А В самом Натуральном Вот Правая И левая Никак больше Ну Теперь Песенка Конечно Про Прыгуна И В Длину Потому Что Почему Нет Что Случилось Почему Кричат Почему Мой Тренер Завопил Просто Восемь Сорок Результат Правда За черту Переступил Ой Приходится Одно И Спить Чашу С ядом Вместо Кубка Я беру Мне Стоит Только За черту Переступить Как Превращаюсь В Человек Кунгуру Что Случилось Почему Кричат Почему Соперник Завопил Ты Просто Ровно Восемь Шестьдесят Правда За черту Переступил Что Ж Делать Мне Как Быть Кого Винить Если Мне Черта Совсем Не Понутру Видно Негру Мне Придется Уступить Этот Титул Человек Кунгуру Что Случилось Почему Кричат Стадион В Единстве Завопил Восемь Девяносто Говорят Правда За черту Переступил Ну Посоветуйте Вы Все Ну Как Мне Быть Так Есть Что Негр Титул Мой Забрал Если Б Ту Черту Отменить Так Я По Америку Догнал И Перегнал Что Случилось Почему Молчат Комментатор Даже Приуныл Восемь Пять Который Раз Подряд Значит За черту Не Заступил Теперь песня Которую Все вы знаете Я обязательно Ее здесь пою Потому что Это уже Традиция Товарищи Ученые Доценты С кандидатами Замучились Вы с иксами Запутались В нулях Сидите Тут Вон Разлагаете Молекулы На атомы Забыв Что Разлагается Картофель На полях Из гнили Да Из плесени Бальзам Извлечь Пытаетесь И корни Извлекайте По десять Раз на дню Ох Вы Тут Да Балу Идеть Ох Вы Да Извлекаетесь Пока Скниет Заплесневить Картофель На корню Знаешь Так Автобусом Да сход Не доезжаем А там Рысцой И не Стонать Небось Картошку Все мы Уважаем Когда С сальцой Ее Намять Вы Можете Прославиться Почти На всю Европу Колес Лопатами Проявите Здесь Свой Патриотизм А то Вы Всем Кахалам Там Набросились На опухоль Собак Ножами Режете А это Бандитизм Товарищи Ученые Кончайте Поножовшину Бросайте Ваши опыты Это Хитрит И анхитрит Садитесь Вон В полуторки Валяйте К нам В тамбовщину А хама Излучение Денек Повременит Знаешь Так А в полуторки К тамбов Подъезжаем А там Рысцой И не Станать Небось Картошку Все Мы Уважаем Когда Сальцой Ее Намять К нам Можно Даже Семьями С друзьями И знакомыми Мы Славно Тут Разместимся И Скажете Потом Что Бог Мол С ними С генами Бог С ними С хромосомами Мы Славно Поработали И Славно Отдохнем Товарищи Ученые Эйнштейны Драгоценные Ньютоны Ненаглядные Любимые До слез Ведь Лягут В землю Общую Остатки Наши Брянные Земле Ей Все Едино Апатиты И навоз Так Приезжайте Милые Рядами И колоннами Хотя Вы Все Тут Химики И Нет На вас Креста Но Вы Жить Тут Задохнитесь Со Синхрофазотронами А там Места Отличные Воздушные Места Товарищи Ученые Не Сумлевайтесь Милые Коль Что У вас Не Ладится Ну Там Не Тот Аффект Мы Мигом К вам Заявимся С Лопатами И С Вилами Денечек Покумекаем И Выправим Дефект Спасибо Меня очень часто в письмах спрашивают Не воевал ли я, не плавал ли, не сидел ли, не летал ли, не шоферил ли и так далее Это потому, что почти все мои песни написаны от первого лица Я всегда говорю я Опять не от нескромности А просто потому, что, конечно, во всех этих песнях есть доля моего домысла, авторского фантазии И, безусловно, конечно, я что-то слышал, ухватили и кое-что знаю на себе Но понадобилось бы много жизни, чтобы это все пройти И я просто, ну, так, додумываю А самое главное даже не в этом А просто во всех этих вещах есть мое собственное мнение И суждение о том предмете, о котором я разговариваю Вот И я имею право говорить я Для удобства Для Ну, так уж по привычке Я хочу сейчас вам Эти песни, все называются песни Монологи Вот И я такой монолог один вам покажу Называется он Чужая колея Сам виноват и слезлию, и охою Попал в чужую колею глубокую Я цели намечал свои на выбор сам А вот теперь из колеи не выбраться Крутые скользкие края Имеет эта колея Я кляну проложивших ее Скоро лопнет терпенье мое И склоняю, как школьник плохой Колею в колее с колеей Но почему не имется мне нахальнее Условия в общем в колее нормальные Никто не стукнет, не притрет, не жалуйся Желаешь двигаться вперед, пожалуйста Кляну, как школьник плохой Отказа нет в еде битье В уютной этой колее И я живо себя убедил И шире стала колея Вдруг его обрывается след Чудака оттащили в кювет Чтоб не мог он нам задним мешать По чужой колее проезжать Вот ты ко мне пришла беда Стартер заел Теперь уж это не езда, а ерзанье И надо побыть и подтолкнуть Но прыть и нет Авось подъедет кто-нибудь и выйти нет Напрасно жду подмоги я Чужая эта колея Расплеваться бы глиной ржой С колеей этой самой чужой Ведь тем, что я ее сам углубил Я у задних надежду убил Прошиб меня холодной подокосточки И я прошел чуть вперед подосточки Гляшу, размыли край ручьи Весенние, там выезд есть из колеи Спасенье, я грязью из большин Плюю в чужую эту колею Эй, вы задние, делай, как я Это значит, не надо за мной Колея, это только моя Выбирайтесь своей колеей Выбирайтесь своей колеей Выбирайтесь своей колеей Я вышел ростом и лицом Спасибо матери с отцом С людьми в ладу не понукал, не помыкал Спины не гнул, прямым ходил И в ус не дул, и жил, как жил И голове своей руками помогал Бродяжил и пришел домой Уже с годами за спиной Висят, когда на мне не бросить, не продать Но на начальника попал Который бойко вербовал И за Урал машины стал перегонять Дорога, а в дороге масс Который по уши увяз В кабинете монопарник третий час Молочит, ходи бы кричал Аж зло берет Назад пятьсот, пятьсот вперед А он зубами танец с саблями стучит Мы оба знали про маршрут Что этот масс на стройках Что-то наше дело сел, поехал Ночь, полночь, ну надо ж так Под Новый год назад пятьсот, пятьсот вперед Сигналим зря, бурга и некому помочь Глуши мотор, он говорит Пусть этот масс огнем горит Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить Мол, видишь сам, кругом пятьсот И к ночи точно занесет Так заровняет, что не надо хоронить Я отвечаю, не конюч А он за гаечный, за ключ И волком смотрит он вообще, бывает, крут А что ему, кругом пятьсот И кто кого переживет Тот и докажет, кто был прав, когда припрут Он был мне больше, чем родня Он ел с ладони у меня Тут глядит в глаза И холод на спине А что ему, кругом пятьсот И кто там после разберет Что он забыл, кто я ему И кто он мне И он ушел куда-то в бок Я отпустил, а сам прилег Мне снился сон про наш веселый наворот Что будто вновь кругом пятьсот Ищу я выход из ворот Но нет его, есть только вход И то не тот Конец простой Пришел тягач И там был трос И там был врач И масс попал Куда положено ему И он пришел Трясется весь А там опять далекий рейс Я зла не помню Я опять его возьму И он пришел Трясется весь А там опять далекий рейс Я зла не помню Я опять его возьму Вы пожалуйста извините Что я все время Поднимаю руку И прерываю Ваш аплодисмент Это по привычке Потому что мне всегда Не хватает времени И я всегда хочу Как можно больше Успоиться И из-за этого Как-то так На середине На пике Вот И про меня Из-за этого Ходят всякие легенды Что я вот Дескать Не люблю Когда аплодируют Это неправда Я нормальный человек И с уважением Отношусь ко всему Что делает зритель мой Тем более Что все это сделано Для вас И вы понимаете Я свои выступления Никогда не называю Концертами Потому что Я меньше всего хочу Чтобы это выходило На концерты Для меня это встречи Каждый раз С людьми Которые Мне Поверьте мне Может быть Больше даже дают Чем вам Потому что У меня есть Счастливая возможность Высказать то Что меня беспокоит И волнует Такому большому количеству Люди Это не каждому дано Вот мне просто Очень повезло В этом смысле Я их ценю Эти встречи Люблю их Стараюсь Как можно больше Успеть Проинформировать Людей И Я начинал Когда писать Свои песни Вообще Вот давно Уже Поначалу Я никогда Не рассчитывал На такие колоссальные Аудитории Которые будут У меня в будущем И не думал Что я буду Где-то петь В разных местах Я писал Это для очень узкого Круга своих Очень близких друзей Компания была Тогда интересная Было нам Не много лет И мы У нас были Большие перспективы Некоторых из этих Ребят уже и нет Вот Например Вася Шукшин Был тогда С нами Полтора года Вместе Мы жили В одной квартире Его больше нет Лева Кочарян Такой режиссер С Мосфильма Его тоже больше нет А из теперь Работающих И живущих И Тарковский Которого вы знаете Писатель Макаров Артур Еще несколько человек Это из известных И есть несколько людей Которые Никакого отношения Вот к таким Публичным Профессиям Не имеют Вот Но я все равно Я помню Какая была атмосфера Тогда Когда я вот Первый раз Им показывал Вот я напишу Что-нибудь И покажу Сразу И была атмосфера Доверия Такой раскованности Непринужденности Свободы полной И самое главное Дружественная атмосфера То есть я видел Что им нужно Чтобы я им пел И они хотят услышать Про что я им расскажу В песне То есть это была манера Что-то сообщать И как-то разговаривать С моими близкими друзьями И вот несмотря на то Что прошло так много времени Я все равно Через все эти времена И все эти залы Стараюсь протащить Вот тот настрой Который был у меня тогда Я думаю Может быть эти песни Стали известны Именно из-за того Что в них есть Вот этот дружеский настрой И это вот И это желание Чтобы тебе доверяли люди И желание рассказать Как о чем-то необходимом Поэтому И слушают Так как будто бы вот дома Я понимаю Что дома было бы лучше Потому что там За столом сидишь После второй и трети Уже и петь не надо Потому что и так все Все друг друга любят Или наоборот Поют хором Но все равно Я приехал в гости К вам В ваш город А вы пришли в гости Ко мне за песнями И пусть это будет Вот правда Как дома И в такой атмосфере В том Что создается В зале Не Ну понимаете Я бы мог Там Вот смена номеров В концерте Когда там Уходит Приходит Уходит Приходит Свет мигает Гасится Там Шум Крик Там Уйдет артист По кабельнице Минуты три Выйдет Поклонится Снова попел Это все тоже дает Это зрелище Вот А у меня этого нет У меня есть гитара Ваши глаза И больше ничего То что я хочу вам рассказать Это Но это много очень Если Вот это Создается То что не ухватишь Ни ухом Ни носом Ни глазом А каким-то там Я не знаю Там шестым Каким-то чувством Как хотите назвать Контакт Атмосфера Что угодно Это для меня Самое ценное Атмосменты не главное Я почему вам так долго Про это объясняю И задерживаю Ваше внимание Мне кажется Что это довольно Любопытно Чтобы понять Просто То занятие Чем Каким я занимаюсь Авторской песней Она Это другое Совсем Она Мне не нужно Никаких сцен Никаких рамп Никаких фонарей Я пел в ангарах В подводных лодках На аэротромах На полях В гигантно-гигантских Стадионах В комнатах В подвалах На чердаках Где угодно Это не имеет значения Для нее не нужна Обстановка Для нее нужна Атмосфера Для песни авторской Вот поэтому Я Не так Я их Не выпрашиваю Наоборот Стараюсь Чтобы Как-то Короче говоря Если очень захочется Взорваться Так я Подыму руку Не надо Я больше успею Теперь Я хочу вам показать Несколько песен Со всем Которых вы не знаете Это песни Такие вот Песни-зарисовки Они даже не тянут На песни Потому что в них Нету Ни второго плана Ни одной проблемы Которая исследуется Есть случаи То, на что упал взгляд В данный момент Я помню Такие зарисовки Привозил из разных городов Вот у меня была Зарисовка о Ленинграде В Ленинграде Городе У пяти углов Получил по морде Саня Соколов Пел Немузыкально Скандалил Ну и значит правильно Что далее А совсем недавно Появилась песня Зарисовка о Париже Или письмо К другу Ах, милый Ваня Я гуляю по Парижу И тождь слышу И то, что вижу Пишу в блокнотик Перед леньем Вдогонку Когда состарюсь И сдам книжонку Про то, что Ваня, 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 Ваня Мы с тобой в Париже Нужны, как в бане Пассатижи Все эмигранты Дам второго поколения От них сплошные Ни До разумения Они все путают И имя, и названия И ты бы, Ваня У них был Ваня А в общем, Ваня, Ваня, Ваня Мы с тобой в Париже Нужны, как в русской бане Лыжи Я сам завел С француженкой Шашень Мои друзья Теперь и Пьер и Жан И вот плевал я Сейфелевой башень На головы беспечных парижан Проникновенье Наши по планете Особенно заметно Вдалеке В общественном Парижском туалете Есть надписи На русском языке Ну, в общем, Ваня, Ваня, Ваня Ваня, Ваня, Ваня Мы с тобой в Париже Нужны, как в бане Пассатижи Спасибо Еще одна песня шуточная Которая называют Это песня о том Что теперь очень много разговоров О различных чудесах Которые якобы существуют вокруг нас Это и летающие тарелки Которые некоторые видели А некоторые в них летали Вот И, значит, как очевидцы выступают Я, например, однажды слышал лекцию И Зигель читал лекцию В Доме литераторов Давно При том взлете разговоров О летающих тарелках Который был лет 12 Тому назад И он все время с ним был летчик По-моему, фамилия не то Акуратов Не то еще как-то Который их уже Он просто их видит все время И рассказывает об этом С большим удовольствием И тут же он всегда по правую руку И, значит, охотно уже Как однажды выступала у нас Одна женщина, которая работала В 17-м году По-моему, телефонисткой У нее так было просто по плану Она всегда вдруг Как вскакивала и говорила Владимир Ильич был самым дисциплинированным работником Совнаркома Бывало Потом она, значит, происходит Владимир Ильич был Самый человечный человек Такими формулами Знаете, такими Ну вот И вот этот самый Акуратов Он тоже примерно так Он все время Как Он Говорит Пожалуйста В прошлом году Когда мы летели И, значит, шли разговоры О летающих тарелках И, ну, летающие тарелки Это бог с ними Это не важно Сейчас опять какой-то взлет В летающих тарелках Снова они взлетели Вот Я не знаю А еще появились новые разговоры О филиппинских врачах Значит Которые режут без ножа И довольно успешно Правда, те, которые пользовались Их услугами Ничего не рассказывают А те, которые еще не пользовались Говорят много Вот И, конечно, о Бермудском треугольнике В котором Исчезают самолеты И корабли И, значит Вот Если там кого-нибудь Находит живого После этих катаклизмов Тот уже сдвинутый И он, значит Кандидат туда В желтый дом В общем, короче говоря Я написал песню Которая называется Письмо в редакцию Телевизионной передачи Очевидное и невероятное Из сумасшедшего дома С канадчиковой дачи Дорогая передача Во субботу Чуть не плача Вся канадчика У дачи В телевизор рвалась Вместо Чтоб поесть Помыться Уколоться И забыться Вся безумная больница У экрана Собралась Говорил Говорил Ломая руки Голют нам Жизнь И вдруг Бермуд Вот и раз Нельзя же так Мы не сделали скандала Нам вождя не доставало Настоящих буйных Мало Вот и нету вожаков Но на происки И бредни Сети есть у нас И бредни И не испортят нам Бредни Злые происки врагов Это и худые черти Бермудят воду В пруду Это все Придумал Черчилль В восемнадцатом Году Мы про взрывы Про пожары Сочиняли Но тут ас Тут примчались Санитары И зафиксировали Нас Те кто был Особо боек Прикрутили К спинкам Коек Бился в пене Параноик Как ведьмак На шаба-шаба-то Развяжите полотенца И на веры Изуверцы Нам пермутерно На сердце И нам пермутно На душе Сорок душ Посменно воют Раскалились До бела О, как сильно Беспокоят Треугольные дела Все почти С ума свихнулись Даже кто Безумен был И тогда Главврач Моргулись Телевизор запретил Он, он Змей в окне Маячит За спиной У штепсель Прячет Подал знак Кому-то Значит Фельдшер Вырвет провода И нам осталось У колодца И упасть На дно колодца И там пропасть На дне колодца Как в Бермудах Но всегда Но савтрис Просят Дети Навещай нас С утра Папы Что сказали Эти кандидаты В доктора Мы откроем Нашим чадам Правду Им не все равно Удивительно Я рядом Но нам оно Запрещено А он Дантист Надомник Рудик У его приемник Рудик Он его ночами Крутить Ловит Контрафарье Он там был Купцом По шмуткам И подвинулся Раз суткам А к нам Попал В волнении Жутком С растревоженным Желудком И с номерочком На ноге Он прибежал Взволнован Что там было Как ты Спасся Каждый лес И приставал Но механик Только трясся И чинарик И стрелял Он то плакал То смеялся То щетинился Как еж Он над нами Издевался Ну сумасшедший Что возьмешь Взвился бывший Алкоголик Матершинник И крамольник Говорит Надо выпить Треугольник На троих Его даешь Разошелся Так и сыпеть Треугольник Будет выпить Будь он Параллелепипит Будь он Круг ядрен ваш Пусть безумная идея Вы не рубаетесь Горяча Вызывайте нас Скорее Через Доку Главврача С уважением Дата Подпись Отвечайте нам А то Если вы не отзоветесь Мы напишем Спорт лото Песня Из которой тоже Я никогда не ухожу В своих выступлениях Называется она Я не люблю Это как бы Ответ На половину Из тех вопросов Которые мне задают В письмах Я не люблю Фатального исхода От жизни Никогда не устаю Я не люблю Любое время года Когда веселых песен Не пою Я не люблю Холодного цинизма В восторженность Не верю И еще Когда чужой Мои читает письма Заглядывая мне Через плечо Я не люблю Когда наполовину Или когда прервали разговор Я не люблю Когда стреляют в спину Я также против выстрелов В упор Я ненавижу Сплетни в виде версий Червей сомнения Почи стеклу Или когда Все время против шерсти Или когда железом По стеклу Я не люблю Уверенности сытой Уж лучше Пусть откажут тормоза Досадно мне Коль слово Честь забыта И коль в чести Наветы за глаза Когда я вижу Сломанные крылья Нет жалости во мне И неспроста Я не люблю Насилие и бессилие Вот только жаль Распятого Христа Я не люблю себя Когда я дружу Досадно мне Когда невинных Бьют Я не люблю Когда мне лезут в душу Тем более Когда в нее плюют Я не люблю Манежи и арены На них Миллион меняют По рублю Пусть впереди Большие перемены Я это Никогда Не полюблю Острые антиалкогольные песни Которые имеют свою цель В борьбу с зеленым СМИ Хотя может быть Ее здесь петь не надо Здесь с борьбой покончено давно То есть Вот и Я просто так По старой памяти Может быть кому-нибудь Что-нибудь напомню Мне очень интересно Что когда вот шутишь По поводу Значит алкоголя Здесь у нас В Союзе В Советском То Как-то Острые реакции Где бы ты ни был Не важно Там в Киргизии Там в Грузии Везде А вот если будешь Уже за пределами Там где-нибудь И начнешь по этому поводу Шутить То даже среди понимающих язык Какой реакции Вот я в Болгарии Например Что-то такое Пошутил Там говорю Что Вот Дискать Никак Никакого Эффекта Думаю Что такое Неужели у них не пьют Нет Гляжу Полный Кафе Там сидят Все За этими Маленькими Штучечками Сами Ну потом Я думал Спрашивал Спрашивал Никто мне так Ответь не мог И я сделал Такое умозаключение Что мы-то уже Заканчиваем Они только начинаем Потому что Мы смеясь Расстаемся Со своим Прошлым А они еще Не знают Чем им это Грозит Диалог у телевизора Ой, Вань Гляди Какие клоуны Рот Хочешь Завязочки Пришей Ой Да чего Вань Размалеванный А голос Как у алкашей А тот похож Нет Правда Вань На Шурина Такая же пьянь Ну нет Ты глянь Нет Ты глянь Я правда Вань Послушай Зин Не трогай Шурина Какой Не есть А он Роднее Сама Намазана Прокурена Гляди Дождясь У меня А чем Болтать Зила бы Зин Вантракт Сгонял В магазин Что не Пойдешь Да ну Я один Подвинься Зин Ой Вань Гляди Какие Карлики В черсе Одеты Не вшивьет На нашей Пятой Швейной Фабрике Такое Вряд ли Кто Пошьет А у тебя Болтать Ну все Друзья Такое Рвань И пьют Всегда В такую Рань Такую Дрянь Мои Друзья Хоть Не в Полонии Зато Не тащут Из семьи А Хадость Пьют Из Экономии Хоть Поутруды На Своем А у тебя Самой Ты Зин Приятеля Был Завода Шин Да Кто Твощ Хлебал Бензин Ты Вспомни Зин Ой Вань Глядись Пупугайчики Нет Я Ей Бог Закричу А Это Кто В Короткой Маечке Я Вань Такую Жу Хочу В Конце Квартала Правда Вань Ты Мне Такую Жу Сваргань Ну Что Отстань Опять Отстань Обидно Вань Уж Сибзин Лучше Помолчала Бы Накрылась Премия В Квартал Кто Мне Писал На Службу Жалобы Не Ты Да Я Ж Их Чатал К тому Ж Еду Май Кузин Тебе Напяль Позор Один Тебе Шить Я Пойдет Аршин Где День Зин Ой Вань Умру От Акробатиков Смотри Как Вертится Нахал Зав Цех Наш Товарищ Садиков Недавно В клубе Так Скакал А ты Придешь Домой Иван Поешь И сразу На диван Или Вон Кричишь Когда Не Пьян Ты Что Иван Ты Зин На Хрупость Нарвайся Все Зин Обидеть Норовишь Тут За День Так Накувыркайся Придешь Домой Там Ты Сидишь Ну И Меня Конечно Зин Все Время Тяните В магазин А там Друзья Ведь Жан Речка Вача На которой Моют Золото Там Старательские Артели И еще Для справки Как сноска В конце Страницы Значит О том Что такое Бичи Вы знаете Бичи Бичи Это люди Раньше Плавали Потом Они Либо Отстали С корабля Либо Что Ничего Еще Случилось Вот Они Так Мигрируют Везде В разных Местах То У Геологов То У Старателей То Еще Где Так Вот Они Все Там Люди Они Выпивающие Песня Про Речку Вачу Это Шутка Зарисовка Там Только Случай Там Никакой Нету Подоплеки Другой Под Собою Ног Ничую И Качается Земля Третий Месяц Я Бичую Так Как Списан Подчистую Скит Тобоя Корабля Ну А Так Как Я Бичую В Беспринципности Своей Я На Лестницах Ночую Где Тепло От Батарей Это Жиз Живи И Грейся Вот Вам Пуле И Петля Пью Бывает Хоть Залейся Кореша Приходят С Рейса И Гуляют От Рубля Рубь Не Деньги Рубь Бумажка Экономить Тяжкий Протал Свечку Он Увидав Как Горько Плачу Он Сказал Валяй На Вачу Торопись Пока Сезон Что Такое Это Вача Разузнал Я Убича Он На Вачу Ехал Плача А Возвращался Хохоча Вача Это Речка Смелью Во Глубине Сибирских Руд Вача Это Дом С Постелью Там Стараются Артелью И Много Золота Соберут Как Вербованный Шачу Ни Ханыжу Не Торчу Взял Билет Лечу На Вачу Прилечу По Хохочу Нету Золота Богаче Люди Знают Им Видней В общем Так Или Иначе Заработал Я На Вачи 117 Трудодней Подсчитали Отобрали Зайду Туда Сюда Но Четыре Тыщи Дали Под Расчет Вот Я Та-да Расовал Я В группе Ночевал И Уехал В Жаркие Страны Где Кафеды Рестораны Позабыть Как Бичевал Выпью Там Такая Чача За Советчика Бича Я Навач Уехал Плача А Возвращаюсь Хохоча Проводник В преддверии Пьянки Извертелся На Пупе Тоже И Официантки А На Первом Полустанке Села Женщина В Купе Может Кому Она Как Кляч А Мне Так Просто В Самый Раз Я Навач Уехал Плача Возвращаюсь Веселясь Тот И Сед Тролливали Как Узнала Про Рубли Слово По Слово Ували Деньги По Столу Шныряли Свалей Вместе И Сошли Снею Вышла Незадача Но Я Это Залечу Я Навач Уехал Плача А Возвращаюсь Хохочу Суток Пять Как Просквозило Море Вот Оно Стоит У Меня Что Было Сплыло Проводник Воротит Рыло И За водкой Не Бежит Рубь Последний В Сочи Трачу Телеграмму Накатал Шлите Денег Отбатрачу Я Их Все Прохохотал Где Родные Незабвенные Бечи Мимо носа Носят Чачу Мимо рота Алычу Я Навачу Еду Плачу Над собою Хохочу Песня Которая Написана И посвящена Другу Нашей Семьи Летчику Скомаров В два Герой Советского Совета Песню Я написал Для Великой Звезды Диана Летенант Она Правда Не полностью Но я ее Всегда Исполняю В своих Выступлениях С маленькой Анотацией Такой Что Это Была Великая Воздушная Битва Над Кубанью В 43 Году И В ней Участвовало Много Летчиков С С С С С Один Из С С С С Боях В Индивидуальной Охоте Которая Была Ему Разрешена Однажды Местя За своего Друга Такую Двойку Бриллиантовую Из знаменитой Эскадрильи Удет Которая 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 Было Несколько Летчиков Награжденных Лично Фюрером Бриллиантовыми Крестами Асой И так Далее И он Их Нашел Принял Бой С ними И один Их Уничтожил Об этом Мой дяде Который К сожалению Больше Не живет Он В прошлом году Его не стало У него Самого Было Три Боевых Красных Знамени К 43 Году То есть Он Достой Очень Вел Себя Во время Вероятной Поэтому Вот И он Написал Об этом Статье Так что Это все Взаимосвязано И я Эту Песню Посвящаю Вот этому Погибшему Другу За которого Он Мстил Всю Войну Под Завязку Я Все К дому Тянулся И Хотя Горячился Воевал Деловой Ну Он Торопился Как-то Раз Не Пригнулся И В Войне Сзад Вперед Обернулся За Два Года Всего Ничего Не Слыхать Его Пульса С 43 Весны Ну А Я Окунулся В Довоенные Сны И Гляжу Я Дурея Но Дышу Тяжело Он Был Лучше Добрее 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 Ну А Мне Повезло Я За Пазухой Не Жил Не Пил С Господом Чай Я Я Я Ни В Тыл Не Стремился Ни Судьбе Попадал Но Мне Женщины Молча Намекали Встречая Если Б Ты Там Навеки Остался Может Мой Б Обратно Пришел Он Кричал Напоследок В Самолете Сгорая Ты Живи Ты Дотянешь Доносилось Сквозь Гул Мы Летали Под Богом Возле Самого Рая Он Поднялся Чуть Выше И Сел Там Ну А Я До Земли Дотянул Встретил Летчика Суха Райский Аэродром Он Садился На Брюхо Но Не Ползал На Нем Он Уснул Не Проснулся Он Запел Не Допел Так Что Я Вот Вернулся Гляните Вернулся Ну А Он А А Спасибо Еще песенка Шуточная Опять вот Она имеет отношение к полетам Как-то по ассоциации Потому что я никогда точно Не намечаю себе Я намечаю количество И примерное настроение Чтобы всем Независимо от зарплаты Досталось Кусу В этом зале Потому что я точно знаю Что у многих людей Есть свои любимые вещи Если они знают мои песни Поэтому я К сожалению Не могу удовлетворить всех сразу У меня их так же много Как людей В этом зале Возможно и больше Поэтому я стараюсь так Чтобы как-то Из различных серий Понемножечку Ну если не точно Ту же самую Но хотя бы Из этой вот серии Вот сейчас я хочу Показать вам песню Которая называется Случай на таможне На чаре метьево В ноябре третьего Метьево условия не те Я стою встревоженный Бледный, но ухоженный На досмотр таможенной В хвосте Стоял сначала Чтоб не нарываться Ведь я спиртного Лишку загрузил А впереди Шман на любую руку Воится Который контрабанду Провозил Крест на груди В густой шерсти Толпа как хора Махнет За ноги Надо потрясти Глядишь Чего извякнет И точно Ниже живота Смешно Да не до смеху Висели два летых креста Пятнадцатого веку Ох, как он и сетовал Где закон нету, мол Я могу, мол Опоздать на рейс Но Христа Раз пятого В половине пятого Не пустили В буйносый рез Мы все-таки Мудреем Ход от хода Раз пять Хоть и нам самим теперь нужны А не богатство Нашу народа Хотя, конечно, пережиток И старины А раньше мы во все края И надо, и не надо Дарили лики жития Во кладе без оклада Из пыльных ящиков Косять безропотно устала Искусство древнее от нас Бывало и всплывало Доктор зуб высверлил Хоть слезу мистер лил Но таможник вынул Из дупла Чуть поддев лопатую Мраморную статую Целенькую Только без весла Общупали заморского барыгу Который подозрительно Притих И сразу же нашли В кармане фигу А фиги вместо косточки Триптих Зачем вам складень пассажир Купили бы за трешку Березки русский сувенир Хармонили матрешку Мир дружба Прекратить огонь Попер он как на кассу Козе баян Попухармонико на папуазу Тяжело с истами Контрбандистами Этот что статуи был лишен Малый с подковыркою Цикнул зубом с дыркою Сплюнул и уехал в Вашингтон Как хорошо Что бдительнее стало Таможня ищет ценный капитал Чтоб золотинки с ним бы не упало Чтоб их хвосток с распятий не пропал Таскают кто иконостас Кто крестик Кто иконку И веру в Господа От нас увозят потихоньку И на поездки вдалеко Навек бесповоротно Угодники идут легко Пророки неохотно Я реки льют и потны я Весь я тут Вот он я Слабый для таможни интерес Правда возле щиколот Вон синий крестик выколот Но я скажу Что едет красный крест Один мулат рептик Запрятал в книге Да контрабандой это ремесло Я пальцы сжал в кармане В виде фиги На всякий случай Что бы пронесло Арабы нынче Ну и иную Европу поприжали А мы в шестидневную войну Их очень поддержали Они к нам ездят Неспроста Задумайтесь об этом И возят нашего Христа На встречу с Магометом Я пока здесь еще Здесь мое деть еще Все мое и дело И родня Лики как товарищи Смотрит понимающий С почерневших досок На меня Сейчас как вытрезвители Ханыгу Разденут стыд и срам При всех святых Найдут в мозгу Туман в кармане фигу Крест на ноге И кликнут понятых Я крест цараповал Гляня судьбу Себя все вкупе Но тут ступился за меня Ответственный по группе Сказал он тихо делово Такого не обшаришь Мол вы не трогайте его Мол кроме водки Ничего проверенный Наш товарищ И наконец песню С которой я начинал свою работу Песня, как и называется Парус Песня старинная Песня из фильма Срочно требуется песня Это набор беспокойных фраз В ней нету сюжета Как в других моих вещах Не ищите его Это просто о нашей Причастности и ответственности За все, что происходит В этом мире Вокруг Лишь и далеко А у дельфина С резаным брюховинтом Выстрела в спину Не ожидает никто На батарее Нету снарядов уже Надо быстрее На вираже Парус Парвали парус Каюс 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 Даже в дозоре Можешь не встретить врага Это не горе Если болит Нога Петли Дверные Многим скрипят Многим поют Кто вы такие Вас здесь не ждут Но парус Парвали парус Каюс 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 Многие лета Вам кто поет во сне Все части света Могут лежать на дне Все континенты Могут гореть в огне Только все это Не по мне Парус Парвали парус Каюс 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 Разрешите от вашего имени Поблагодарить Артиста Владимира Высоцкого За интересные новеллы И талантливые выступления И Еще хочется сказать Особо теплые слова За его Любовь Что ли К обществу Книголюбов И мы надеемся Что эта встреча Будет не последняя И мы В этом зале Прослушаем Весь цикл Его новелл Благодарю вас Ну теперь я Зачем Поберегите ладони Детей по головам Гладите Это совсем не важно Значит Я Сам Последнее слово Как перед казнью Просит Вот я действительно Последний Я правда не пою на бис Я все Сегодня Действительно С переуполнением Процентов на 117 Как и обещал Я сегодня все сделал Вот Я вас благодарю За то что вы улыбались Когда было нужно Что вы были серьезны Когда песни того стоили Короче говоря Вы все сделали как надо Здесь всегда Работает замечательно И я безотказен В смысле приездов Особенно по линии Книголюбов В Дубну Вот так что Я с удовольствием Приеду к вам еще Тем более что на подходе Целая обойма Новых вещей Которые я хочу Выпустить сразу Потому что мне Почти невозможно Понемножечку Выпускать песни Ибо через несколько дней Мне есть текст Подсказывают Из зала в Новосибирске Вот Так что все новое И то что вы любите Старенькое Я с удовольствием Постепенно перепою Приезжая к вам А сейчас Всего доброго Отдыхайте До свидания АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ